Возможно, вот такой активности, даже показное миролюбие, Ким Чен Ына спровоцировал в том числе Джон Болтон, новый советник Трампа. Кто он разбирался? Дмитрий Анопченко. В команде Трампа немного людей, отзывы о которых столь противоречивы. Что же не так с новым советником президента по нацбезопасности, Джоном Болтоном? О нем говорят или исключительно восторженно, или максимально критично. Дошло до того, что во время первой встречи Болтона с министром обороны Мэттисом, журналисты случайно записали фразу главы Пентагона, адресованную новому коллеге. Наслышан, что вы просто дьявол воплоти, вот и решил познакомиться лично. Но за глаза Болтоне еще и не такое говорят, а вот на публичную критику чиновники не отважились. Поручили сделать это человеку нейтральному, экс-президенту Джимми Картеру. В заголовок газета USA Today вынесла цитату отставного, но по-прежнему авторитетного политика. Решение Трампа нанять Болтона – катастрофа для нашей страны. Одной из самых худших ошибок, которые совершал президент Трамп с тех пор, как занял пост, стал прием на работу Джона Болтона, который долгое время выступал за войну с КНДР и даже за атаку на Иран. И кто был одним из ведущих деятелей, принявших решение о вторжении в Ирак. Сказал газете 39-й президент США. Почему же Болтона вдруг приняли в штыки? Казалось бы, в окружении Трампа хватают людей с репутацией куда менее однозначной, чем у бывшего посла США при ООН. Причин на самом деле несколько. Первое – сопротивление аппарата. Чиновники узнали, что именно Болтон возглавит кадровые чистки. Одним из условий своего назначения он назвал увольнение людей предшественника. А под этим предлогом хотят избавиться от всех, кто не лоялен к Трампу. Или пришел в администрацию еще при Обаме. Вот те, с кем могут попрощаться. И устроили Болтону обструкцию. Вторая причина – репутация нового советника по нацбезопасности, которая обнадеживает одних и откровенно пугает других. «Болтон, на самом деле, где бункер?» Отреагировал в Твиттере экс-премьер Швеции Карл Бильд, намекая, что большего ястреба еще поискать нужно. Ведь Болтон сделал карьеру при Буше, был одним из идеологов вторжения в Ирак в 2003-м и постоянно говорит о необходимости упреждающих ударов по врагам США. Когда в прошлом месяце политик выступал в американской школе национальной безопасности, он еще не знал, что всего через несколько недель получит высокую должность. И не скрывая, говорю, что думает. Требовал наказать Россию и за поддержку Сирии, и за альянс с Ираном, и за дружбу с Китаем. И если переслушать эту пространную речь, становится понятно, Болтон и Трамп едины во взглядах по поводу Ирана и КНДР, но расходятся во мнениях в отношении России. Трамп по-прежнему публично декларирует желание ослабить напряженность, а Болтон относится к Кремлю с глубоким недоверием. США и Россия с этим назначением, конечно, не начнут новую холодную войну. Но мы в ситуации, когда уровень опасности и непредсказуемости очень высок. Эксперт уверена, с назначением Болтона давление на Москву только возрастет. Но другое дело, позволит ли это эффективнее решить украинский вопрос? Начнется ли игра в поддавки? Не думаю, что это улучшит сотрудничество США, Британии или Европы с Россией. Хоть по какому-то вопросу двусторонних отношений. И явно не даст двиг по вопросам, где мы так хотели бы увидеть прогресс, к примеру, по Украине или по Сирии. По информации журналистов из пресс-пула Белого дома, после назначения Майка Помпео в Госдеп, центр принятия решений по Украине окончательно заберут у внешнеполитического ведомства. Все будет определять Белый дом. А значит, вполне вероятно, что именно Совет нацбезопасности и Джон Болтон станут ключевыми фигурами. Ведь до этого сложно было понять, кто вообще в администрации Трампа курирует Украину. Но есть еще одна третья причина, по которой многие сейчас так сильно критикуют Джона Болтона. Дело в том, что он ни в чем не будет перечить президенту. Многие хотели бы, чтобы здесь, в Белом доме, были чиновники, способные спорить с Трампом, отстаивать свою точку зрения. Вот только самому Трампу они не нужны. Именно поэтому в президентской администрации сейчас другие времена и другие лица. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.